Скажу вам до конца о составе Интера, потому что это очень даже интересно. По рукам здесь бродил с утра и на этот состав в известной степени ориентировался и Олег Романцев, главный тренер московского «Спартака». И по сравнению с тем матчем, который Интер проиграл Лацио со счетом 3-5, Так вот этот состав поменялся на 50%. В 5, даже 6 игроков были заменены. И он выглядел таким образом. Запомните просто так уж, как все сумеете. Пальюка, Бергами, Симеоны, Голланды, Уэст, Уинтер, Пауло Соуза, Кое, Пирло, Роналдо, Вентола. Вот такой состав как бы должен был играть против московского «Спартака» в этом матче, и он был опубликован везде и в суд. И вот выясняется, что до начала матча оставалось совсем не так уже много. И Луиджи Симони предложил публике, всем журналистам и соперникам, естественно, следующий состав. Я с него, с вашего разрешения, и начну своих, мы и так хорошо знаем. Итак, Интер, Джан-Лука Пальюка, вратарь первый номер. Он же капитан команды. Фабио Галанте, пятый. Шестой Юрий Джоркаев. Восьмой Арон Уинтер. Девятый Рональдо. Рональдо, слышите? Одиннадцатый Николя Вентола. Четырнадцатый или Никола Вентола, правильно мы сказали. Четырнадцатый Диего Симеоне. Пятнадцатый Бенуа Коэ. Шестнадцатый Тариба Уэст. Девятнадцатый Пауло Соуза. Двадцать четвертый Мигаэл Сильвестре. Луиджи Симоне главный тренер. Московский «Спартак» в воротах первый. Александр Филимонов. Третий Дмитрий Клестов. Четвертый Илья Цимбаларь-капитан. Пятый Евгений Бушманов. Шестой Дмитрий Ананко. Седьмой Василий Баранов. Одиннадцатый Андрей. Тихонов пятнадцатый. Мирослав Ромащенко. Восемнадцатый Дмитрий Парфенов. Двадцать четвертый Робсон. Двадцать пятый Николай Писарев. Олег Романцев главный тренер. Судейская бригада вся из Франции вместе с запасным. Главный судья Марк Батта. Ему помогают Пьер Уфрази и Клод Хове. Запасной Бруно Дерьян. Дерьян делегат Европейского союза футбольных ассоциаций. Ларс Кристер Олсон из Швеции. Это то, что я называю компотом. Составы и все остальное. Марк Батта родился. Маленькая справка. Первого ноября пятьдесят третего года в Марселе. Владеет французским, английским, итальянским. Увлекается очень теннисом и плаванием. Провел очень много игр. Самого разного уровня. От чемпионатов мира и Европы среди молодежных команд. Товарищеские встречи. Матчи европейских кубков. Всех, так сказать, уровней и рангов. Отборочные игры. И вот самый такой бы я отметил его матч, который он отработал. Это тот самый Реал Мадрид Челси. Это матч за суперкубок в Монако 28-98 года. Он судил игры с участием наших команд. И в том числе встречу судил Израиль-Россия в Тель-Авиве в 96-м году. Ничья тогда была 1-1. Судил встречи с участием киевского «Динамо» и московского «Динамо». Так что очень известный арбитр. И, в общем-то, посмотрим, как он здесь отработает. Итак, состав «Интера» нам известен. А значит, надо что-то тут, так сказать, и расставить по местам. Откровенно говоря, и так в беседе с Олегом Романцевым я прилетел вместе с командой и очень благодарен московскому «Спартаку» от имени нашей компании. Значит, мы обсуждали вот этот вариант, который как бы был предложен, и он у всех был на устах. Первого Рональдо Вентола. Вот такая молодая троица должна была играть. И, как и на Гарараре, она была мало известна в этом составе нам по своим действиям, по своей игре. Ну вот, все поменялось. И таким образом, сейчас нам совершенно ясно, что впереди у «Интера» играет Вентола и Рональдо. Рональдо еще не очень хорошо готов. Это было подчеркнуто и Лиджи Симони, и президент Массимо Маратти. Но, тем не менее, он все-таки решил выйти на поле и помочь своей команде. Ну и, может быть, его даже в какой-то степени уже и убедили в том, что ему пора. Ну вот он в составе. Что касается защиты, которая так, в общем-то, провалилась в матче чемпионата Италии, то здесь, вот тут я вижу, уже появился Симеоне и Уэст. Они играют центральный оборон. Вот удар поворотом бьет Рональдо. Значит, в центре обороны у «Интера» играет Симеоне и Уэст. Тут же Галанте, пятый номер. Ну и кто там будет слева? Наверное, все-таки скорее Сильвестре, 24-й номер. Да, я не ошибся. Вот смотрите, Сильвестре, вот он сейчас возвращается назад в центральной линии поля. Сильвестре играет слева. Пауло Соуза, 19-й номер в центре линии Хавбеков. И вот я говорил вам Вентула и Рональдо впереди. Коэс по месту правого крайнего будет действовать. В этом не было никакого сомнения. Так оно и есть. Симбаларь с мячом. Слева открывается Тихонов, получает пас. Сейчас будет подача штрафную. Но не успевая чуть-чуть там подняли мяч защитника, который коснулся мяча. И поэтому траектория изменилась. И наш игрок не успел нанести точный удар поворотом. Бараном в наших экранах. И сейчас наши отходят назад. Писарь и Робсон остаются назад. Остаются там же позади линии Хавбеков команды Интер. И там же Симеоне и Уэст. Симеоне чуть-чуть сейчас выдвигается вперед. Капитан команды Польюка что-то сказал Симеоне. А тот отдал мяч Уэсту. Вот сейчас Уэст прибежается к центральному кругу. Пас Вентуле. Вентула мяч пропускает. Рональдо ушел на место правого крайнего. Он так стоит в гордом одиночестве. Холестов мяч отбивает безадресно. Потому что уже на ногу сел Вентула. 0-0 счет не открыт. Во встрече Интер-Спартак. Кое посылает мяч в штрафную. И там сейчас Филимонов его отдаст сюда же сразу. Вот в боковой линии. Рядом с нашей трибуной. Здесь вот прямо почти против центра поля. И находится телекомментаторская кабина компании НТВ. И спортивного канала НТВ+. Уэст перезабрал мяч. Отдал его сразу же Кое. Тихонов пытается достать. Его сейчас перекрывает здесь зону. Навес на Вентула. На Вентула мяч не доходит. Перехватил его Бушманов. Тут же Спартак начинает атаку. И сильным пасом Ромащенко посылает мяч вперед. И тут же смотрите как Польюка быстро без промедления выбивает мяч в поле на место левого крайнего. С мячом сейчас Холестов отдал мяч дальше Ромащенко. Ромащенко на правый фланг Парфенова. Парфенов играет точно на ноги Писареву. Но Писарев атакует игрок. Отбирает мяч. Значит Ромащенко играет опорным Хавбеком. Уже вам ясно. Там играет Бушманов Ананко. Впереди них еще Ромащенко. Парфенов справа. Хлестов слева. И остальные. Это уже так сказать линия Хавбеков. Впереди Писарев и Робсон. Вот такая наша атака. Мяч в игре. Он у Симеоне. Вообще для многих неожиданным было появление Симеона в центре обороны. И даже на месте свободного защитника. Джоркаев с мячом. Пас налево Вентуле. Вентула с мячом. Пытался отдать мяч Рональду. Но подхватил его неожиданно совершенно Джоркаев. И пробил Джоркаев. Пробил поворотом. Но неудобно ему было бить откровенно говоря. Вот посмотрите еще раз на повторе. Пытался затормозить. И все-таки дотянуться до мяча Рональда. Но мяч от нашего отлетел к Джоркаеву. И тот подлажился. И в тот момент, когда мяч подпрыгнул, он нанес удар. И мяч, слава богу, полетел выше ворот. А у Юрия Джоркаева удар очень и очень сильный. Кстати, журнал «Спартак» опубликовал с ним очень симпатичное интервью. В котором Джоркаев говорит о том, что он говорит в семье и на французском. И говорит и по-русски. Правда, русский владеет гораздо хуже. Ну а вот отец его, который тоже играл в сборной Франции в свое время, владеет русским языком прекрасно. И вообще его родня разбросана чуть ли не по всему свету. Когда собираются все, то тут, так сказать, веселье и на всю катушку. Ну вот не должен был играть Джоркаев в этом матче. Вот то, что муссировалось накануне этой встречи, перед этим матчем. Ну вот сейчас он в составе. И уже мы видели в его действии.